Эви Нэй. Не для детей. Миллион за порно. Игры престолов и правила номер 34. Дело Сычевой живет. Приветствую, с вами Эви и вы смотрите Фаб Дьюз. Секс Фактор – телевизионное реалити-шоу, которое продвигает видеохостинг для взрослых «Икс Хамстер». В шоу примут участие 8 девушек и 8 парней возрастом от 19 до 34 лет, которые до этого участия в съемках порно не принимали. Ведущей шоу является известная актриса Аса Акира. В состав судейской коллегии, которая будет оценивать участников и зрелищность видео, также войдут актрисы – Лекси Белл, Тори Блэк, Рэми Лакруа и актер Кайрон Ли. По результатам реалити-шоу останется один победитель и победительница, которые разделят призовой фонд в 1 миллион долларов. Также им предложат контракт. Принимающие участие в любой момент могут по собственному желанию покинуть проект или могут быть отсеяны решением судей. Естественно, съемками в фильмах для взрослых сериал не ограничится. Будущим актерам предстоит пройти массу интересных испытаний. О съемках стало известно еще в конце мая, но подобное шоу уже пыталось запустить студия Бразерс в сотрудничестве с видеохостингом Порнхаб. Нашумевший сбор денег на съемку космической саги так и не набрал необходимой суммы, поэтому проект свернули. Пока что шоу рассчитано на один сезон в 10 серий по 30 минут. По состоянию на начало июня доступно две серии, но на официальном сайте уже доступна подписка на второй сезон. Размах шоу можно оценить в трейлере. Зима близко, порно близко. Хоть на дворе и лето, но издатели порнофильмов считают иначе. И связано это с Игрой престолов, одним из самых популярных сериалов за всю историю телевидения, который готов для создания порно-версии. Ведь в нем и так есть все необходимое. Прекрасные актеры, множество обнаженных сцен и магия. Это дает простор для буйной фантазии сценариста. Уже снято три порнофильма по мотивам Игры престолов. Очевидно, что производители контента 18+, не остановятся на достигнутом. В прессе появилась информация о том, что одноименный книга-сериал для взрослых «Шторм оф Кингс» уже снимается в студии «Бразерс» в Люксембурге. Фанаты по достоинству смогут оценить содержимое. Известно, что в фильме появятся «Дейенерис», «Джофри» и «Санса». Сериал насчитывает 4 серии по 35 минут. По 8-10 минут из каждой серии, как ни странно, будут содержать исключительно сюжетную линию, что не характерно для фильма в такой категории. Создатели обещают уложить в сериал масштабные битвы, появление драконов и непосредственно содержимое. По заявлению Марио Нортстайн, продюсера, бюджет сериала уже приблизился к 1 миллиону долларов в сравнению с оригинальной «Игрой престолов», где каждая серия шестого сезона обошлась в 10 миллионов. Следующий фильм, который спародирует «Бразерс», будут «Охотники за привидениями». Ну что ж, пожелаем им удачи и будем с нетерпением ждать! Порно-вечеринка школьников в Волжском. Всю вторую половину мая СМИ гудят о происшествии в городе Волжский, который, как ни удивительно, находится в одноименной Волгоградской области. На фото, размещенном в социальных сетях, запечатлена полуобнаженная спящая девочка, изрисованная маркерами. Из комментария следует, что молодые люди отмечали последний звонок. Около 17 молодых людей отдыхали на съемной даче без присутствия взрослых. Девушка якобы перебрала с алкоголем, а одноклассники воспользовались ситуацией, разукрасили ее маркерами и изнасиловали. Можно сказать, что нелегкое дело Ирины Сечевой живет и развивается. Спустя некоторое время фотографии появились в интернете. Предположительно, молодые люди напоили Элеонору спиртным и принялись издеваться над ней за то, что она не давала им списывать во время занятий в школе. Стоит ли говорить, что полиция нрав интернета тут же объявилась в комментариях и начала активно обсуждать случившееся. Что характерно, во всех предыдущих случаях фото публиковали парни. Эта ситуация стала первой, когда героиня первой сделала шаг к лучам славы. Фото в группе вписали, опубликовала девушка. В данный момент ее страница удалена. Также известно, что мать не разрешила ей ехать на телешоу для дачи объяснений, но разрешил отец, с которым они живут отдельно. Судя по всему, по ТВ мы ее не увидим. Может, это и к лучшему. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.